И снова здравствуйте, меня зовут Евгений Донец и это распаковка к честному обзору. Сегодня с утра раздается звонок из магазина Касла. Женек, подъезжай, твои новые красотулечки и грудечки уже подскочили. И это был Samsung Galaxy A71. Красавчик, у которого на борту 4 основных камеры, но честно говоря, только 2. Действительно нужны, а 2 остальные, они как бы вспомогательные. Причем основная 64 мегапикселя, камера для селфи 32 мегапикселя. Это классный смартфон, согласитесь, уже интересно посмотреть, что там внутри. Я напоминаю, что полноценный обзор выйдет у нас несколько позднее, когда я как следует изучу этого красавчика. А сейчас распаковка. Вы правильно сделали, что решили посмотреть распаковку. А полноценный обзор я выпущу позднее, поэтому прямо сейчас подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Сначала распаковки было уже в магазине Касла, откуда я и получил этот замечательный товар. Есть наличие, есть. Ну что, давайте смотреть, что в коробке и как это все упаковано. Значит, A71 выглядит следующим образом. Открываем упаковку и внутри здесь небольшой набор всего, что нужно нам. Наушники, шнур и зарядка мощностью 15 ватт. Между прочим, быстрая зарядка и даже по ощущениям она тяжелая. Розетка у нее USB Type-C. Соответственно, характеристики вы можете рассмотреть прямо сейчас. Этот смартфон и по цене, и по качеству, конечно, значительно лучше Galaxy A01, который является самым дешевеньким и в то же время самым интересным. А вы в курсе вообще, что Samsung больше всего зарабатывает именно на самых дешевых бюджетных смартфонах? Ну потому что люди в мире не все богаты. И, конечно, раскупают то, что более доступно. Этот же аппарат как нельзя назвать дешевым, так и нельзя назвать медленным. Он по размеру больше, чем Samsung Galaxy S10+. Как правило, только у китайских смартфонов здесь имеется силиконовый чехол в комплекте. Конечно, мы его в данном случае не видим. И, конечно, ключ для открывания слота сим-карты. Аккуратно достаем его из упаковочной пленки. Не люблю рвать, потому что человек я аккуратный. И рассматриваем внешний вид. Конкретно эта модель изготовлена в Индии. Мы сзади видим вот такую красивую текстуру. Голубоватый оттенок, синий цвет, если хотите. И мы видим модуль камер, который состоит из четырех частей. Основная камера, большая стекляшка. Вспомогательная камера для создания эффекта боке. Широкоугольник 12 мегапикселей. Кстати, основная 64. И еще одна вспомогательная штучка. Это камера для макросъемки 5 мегапикселей. Работает не супер. На лицевой стороне, к счастью, есть олеофобные покрытия. И селфи-камера 32 мегапикселя перед вами. В целом, в общем, выглядит он очень хорошо. Замечательный такой смартфон с датчиком отпечатка пальцев под стеклом. Ничего лишнего. Здесь на правом торце у нас кнопка питания. Качелька громкости. Камера с обратной стороны. Здесь у нас слот для сим-карты. И ничего нет на левом торце. Верхняя часть это микрофон 1. То есть звук стерео. На нижнем торце видим разъем 3,5 мм. А также USB Type-C зарядка. Быстрая, между прочим. И, конечно, второй микрофон. А также разъем под динамик для выхода звука. Ну, конечно, здесь встроили Super AMOLED как наиболее динамически насыщенный дисплей. И в то же время не поставили опции устранения шим. Samsung, стоп шим, стоп шим. Давай IPS, а? Нормально будет? Хе-хе. Если смотреть по характеристикам, то разрешение дисплея Full HD Plus стандартное. Его плотность 393 точки на дюйм. Частота обновления по классике 60 Гц. Интересно, что процессор Snapdragon 730. Два ядра по 2,2. И 6 ядер по 1,8. Как всегда, все оптимизировано. Оптимизировано. Общая частота считается 2,200. Что касаемо аккумулятора, он производительный. 4,500 это большой достаточно. У основной камеры на 64 Мп. Диафрагма 1,8. У селфи-камеры 32 Мп. Диафрагма 2,2. Чуть попроще. Две камеры здесь, конечно, полноценных. Одна вспомогательная тоже нам помогает в чем-то. Ну, например, эффект боке создавать. А вот камера для макросъемки якобы 5 Мп, но, откровенно говоря, лишняя. Давайте сфотнем сапожок. Посмотрите, какое качество. Я могу увеличить и, в общем-то, ничего себе. А теперь мы фотографируем на камеру для макросъемки. Здесь мы видим все минусы. И светосила слабая. И цвета искажены. Да и качество, ну, не супер. Видеозапись у нас 4К 30 кадров в секунду. И та и другая камера. Но также есть Full HD тоже 30 кадров в секунду. 60 кадров в секунду. Возможности нет. Основные опции камеры можно видеть сейчас перед собой, если они вам интересны. Ночной режим, как видите, имеется. Сегодня очень красивое голубое небо. Качество великолепное. Так. Против солнца тоже видит. Что касается видеозаписи, то здесь нет оптической стабилизации, только цифровая, которая кропает картинку. Причем, если включить 4К, то уже и, собственно, и цифровая отсутствует. Когда вы включаете 4К, забудьте о стабилизации вовсе. Хотя детали лучше, но, тем не менее, нужно снимать уже будет со штатива. Основная камера 30 кадров в секунду. Стабилизацию отключил. Основная камера 30 кадров в секунду. Стабилизация включена. Опять же, вот я читаю, стабилизация видео это устранение дрожания неустойчивости во время записи видео на заднюю камеру. То есть задняя это имеет в виду основная, а передняя, то есть для селфи, она изначально просто не имеет никакой стабилизации. И, конечно же, автофокуса тоже не имеет. Давайте откроем верхнюю шторку, чтобы посмотреть, что у нас есть, а чего у нас нет в сравнении с флагманами, естественно. Но здесь приятно видеть, что у нас есть QR-код, сканер, который автоматически будет реагировать, когда вы просто фотоаппарат направляете на QR-код. Smart View, трансляция на телевизор, какого-либо изображения. Очень классная штука, я пользуюсь. И здесь у нас, несмотря на то, что это бюджетная версия, есть NFC, запись экрана и сценарий Bixby. Сценарий Bixby — это такая штука, когда по GPS определяет смартфон, что ты пришел домой и включает, например, громкий звук, отключая вибрацию, потому что вибрация на столе звучит некрасиво. И когда ты уходишь из дома, он переключает наоборот. Там любые сценарии можно прописать самостоятельно, на уровень своей фантазии, только рассчитывая. Приятно осознавать, что встроили FM-радио. Я считаю, что это должно стоять даже во флагманах. Ну а здесь уж тем более. Game Launcher сейчас работать не будет. Тесты игр я проведу позднее в полноценном обзоре. Напишите, какие игры вам лучше сюда установить. Подводя итог нашей распаковки, отмечу, что смартфон обладает уже всеми флагманскими фишками. Но, тем не менее, это не флагман. Он слегка уступает по качеству камер, иначе бы стоил дороже. По быстродействию процессора. Но, тем не менее, здесь Snapdragon. Классный, хороший процессор. Я рекомендую этот смартфон покупать уже сейчас, не дожидаясь моего честного обзора. Но обзор случится чуть позднее. Под ваши комментарии. Вы там внизу пишите, на какие вопросы вам ответить, на каких играх протестировать. И мы с вами пообщаемся через видеоблог. На сегодня это все. С вами был Евгений Донец. Я желаю вам хороших покупок, и вы знаете, какие совершать. Пока! Субтитры подогнал «Симон»